А я пишу письмо эксперту, который по поручению FIFA, не являясь сотрудником FIFA, приезжал в Нижний Новгород. Это руководитель Хупе Архитектант, такое архитектурное бюро в Гамбурге. И я вот эти все, что я придумал, все, что написал на английском языке, 18 страниц с иллюстрациями, с таблицами и так далее, я все это отправил вот этому эксперту. Ну, дальше я думаю, я написал такую фигню. Не написать ли мне, не отправить ли мне копию куда-нибудь властям нашим, потому что, ну, рано или поздно на них это свалится. Вот, я написал копию по электронной почте, отправил губернатору и, кстати говоря, Сорокину, но не нашему, а московскому, который возглавляет Национальный комитет по проведению чемпионата. Вот, ну, значит, ну, вот написал, какой-то затиший, ни Хупа мне ничего не пишет, ни из администрации никто ничего. И вдруг там вечером, как-то я уже вернулся с занятий, занимаюсь со своим двухлетним сыном, вот, и это самое, звонок из приемной Сладковского звонят. И говорят, вот не могли бы вы, Александр Владимирович, к нам вот прийти завтра на встречу, вот, с Дмитрием Валерьевичем. Вот, ну, я говорю, нет, вот, я в это время не могу, вот, давайте в какое-то другое время. Нет, вот, Дмитрий Валерьевич не может. Ну, ладно, говорит, мне придется, значит, вот, пойти на уступки. Хорошо, говорю, я приду. Значит, утром прихожу на занятия, у меня в 7.45 занятия, ну, думаю, надо к ректору сходить, раз пошла такая пьянка. Я не успел сходить к ректору, потому что из ректората, ну, мне срочно позвонили, сказали, Александр Владимирович, вас вот ректор срочно к себе вызывает. Я прихожу в приемную, там, по народу, вот, там, какие-то, ну, проректоры там, большие люди. Ректор выбегает, ни с кем не здоровается, меня там берет в охапку и вот ведет к себе в каминет и говорит, мне вчера в 9 вечера позвонил Саватковский и спросил, кто у вас такой Иванов? Ну, допустили. Значит, ну, вот у нас такой есть преподаватель, да что он натворил? Он написал экстремистское письмо убийственного содержания. Что это значит, спрашивает ректор? Это значит, что он убил наши планы своими аргументами строительства стадиона в Ольгине. Вот, ну, поясните, вот что и как. Ну, вот, вот мне, ну, и там, собственно, выясняется, что, ну, мне дальше перед ректором объясняться, ну, я говорю, что, ну, вот, да, вот я, как законопослушный человек, как человек, как любитель футбола и... Пишет фирменские письма. И, нет, и воодушевленный тем, что Владимир Владимирович Путин обеспечил для России проведение чемпионата мира по футболу, вот, я вот хотел внести свой вклад в том, чтобы Нижний Новгород выглядел в этом свете, ну, на достойном уровне. И когда я узнал, что вот там планируют вот рядом с помойкой, никто, наверное, не знает, что она там расположена. Вот я решил всех просветить. Ну, вот, поскольку губернатор решение принял очень быстро, а я за эти пять дней не мог написать вот такую бумагу, мне пришлось ее писать вот в следующий уровень. Вот, вот, примерно так. Вот, значит, ну, рептор говорит, ну, ладно, ты, говорит, иди туда, вот, сходи, но, в общем, пожалуйста, вот, каждое слово взвешивать, чтобы, потому что тут такие деньги, тут, в общем, вот, головы не сносить, если что не так сказать, так что, ну, вот, надо быть очень аккуратным, аккуратным, там, и все такое прочее. Я, говорит, уж с тобой не пойду. Ну, ладно. Я прихожу на прием к Саводковскому, ректор мой там уже сидит. Вот, видимо, его воля, да, вот здесь не оказалась определяющей. Вот, и вот мы, в общем, он мне, ректор уже такой расстроенный и говорит, ну, вот, еще мне не хватало с вами этих хлопот, мне вот сейчас из приемной президента, этого самого министра образования и науки звонили. И, оказывается, наш вот пятикурсник написал туда телебу о том, что это самое, что его в общежитии не поселили, а его не поселили вчера, а сегодня мы уже приняли решение его поселить. А, вот, оказалось, что он вчера уже написал телебу туда, и вот, вот, мне тут приходится все это расхлебывать. Вот, в общем, и вы тут вот еще, вдобавок ко всему. Ну, я говорю, вот, я ничего тут такого особенного не сделал. Я как частное лицо написал другому частному лицу письмо. Вроде как разрешение губернатора на это не требуется. Ну, да, вроде не требуется. Ну, ладно, идем к Сватковскому. Ну, дальше вот разговариваем со Сватковским. Там у него какие-то футболисты сидят. Они все там в один голос, что им вот именно в Ольге не стадион нужен, не знаю зачем. Вот, ну, короче, так вот поговорили, остались каждый при своем мнении. Вот, он меня попросил, говорит, ну, вы нам можете написать какие-то предложения, как вот тут с этой свалкой быть? Я говорю, хорошо, напишу. Ну, вы, говорит, уж так вот, это самое, давайте вот одной командой работать, вот, больше уж там ничего не пишите. Ну, я про себя думаю, да я вроде все написал, мне больше ничего писать не надо. Нет, говорю, я ничего писать не буду. Ну, ладно, поговорили, в общем, как-то разошлись более-менее в дружественной такой вот обстановке. Ну, насколько можно быть, относиться друг к другу подружественно в этой истории. Вот, я думаю, что все дело как бы будет спущено на тормозах. Потому что с Сорокиным Московским, с Ватковским в хороших отношениях, они там где-то в одном компоте в бульоне варились, вот, оба спортсмена там бывшие или вокруг этого. Вот, значит, формально мне ответ из администрации нашей написали. Тим Хупе, который мне позвонил, кстати говоря, он сказал, что да, вот, материалы интересные, он будет вот их обсуждать с нашими власть-придержащими. Собственно, больше у меня с ним контактов не было. Вот, ну и вот так вот оно вроде как все и умерло. Значит, спустя полтора месяца в Саранске происходит мероприятие под названием какой-то там Сабантуй по поводу Дня спортсмена-физкультурника, на которое президент Меркушкин пригласил генерального секретаря FIFA Жерома Вальке. Вот, и Жером Вальке, да, наши тоже туда приехали, из нашего вот департамента спорта и туризма, тоже туда приехали, и, значит, Жером Вальке, такой гневный и боевой борец с теми, кто срывает сроки по проведению чемпионата мира в Бразилии, вот, здесь он про сроки ничего не говорил, а он прочитал лекцию о том, как важно следовать зеленой цели FIFA. То есть, собственно, так и называлась моя бумага, соответствие зеленой цели FIFA выбора площадок. Вот, и, в общем, и объяснил им, что, ребята, вот, мы вот это все дело затеваем не для того, чтобы вот три дня, ну, народ повеселился во время там проведения чемпионата, а чтобы все, что сделано, чтобы это было максимально эффективно использовано после проведения чемпионата. И, соответственно, ну, вот именно зеленым требованием FIFA должно быть это краеугольный камень. Вот, после этого, как я, мне срочно там стали из департамента физкультуры и туризма, или как он там называется, звонить и говорить, вот, там срочно нужен русский вариант вашей бумаги, там и все такое прочее. Вот, ну, и там, видимо, закрутилась такая вот фигня очень веселая. А потом, как я узнал из, ну, скажем так, из своих источников, когда Путин был на Дне народного единства 4 июня, и 4 ноября, он, ну, вот, видимо, как-то без особого там, ну, разбора подробностей, просто сказал, что он в курсе дела проблем, вот, которые у нас возникли в Нижнем Новгороде с этой площадкой. Вот, после этого, как я понимаю, а потом я узнал, что Попов срочно разрабатывает вот этот вариант со стрелкой, вот, с новой площадкой. Я просчитал стрелку, то есть, вот, с точки зрения, соответственно, зеленой цели FIFA, стрелка вполне вписывается. Там, ну, с Попами, там, вот, у них проблема, я так понимаю, нерешенная, я не знаю, смогут ли они ее так толком решить, вот, но, в общем, во всем остальном, то есть, вот, там, не в часы пик, а именно в более позднее время, вывести всех, учитывая, что они, ну, метрополитен туда, наверное, к этому времени и проведут еще одну станцию. Вот, это все вот как-то выглядит совершенно реально. Наверное, они, размещая стадион там, они аэроэкспресс сделают, который давно просится для Нижнего Новгорода. Ну, и вот, собственно, вот такая вот история. Вот, теперь, если вот, ну, подвести, ну, какой-то сухой остаток, вот, я, когда вот студентом был, я вот Достоевского всего перечитал, вот, от корки до корки, все вот это 30-томное собрание сочинений. Вот, вот, я, вот, Федора Михайловича очень ценю, вот, а хрестоматийную такую вот вещь, вот, я могу вспомнить, вот, в школе-то мы, наверное, многие изучали преступление и наказание, Мармеладов там такую фразу изрек, что бедность не порог, нищета порог. Вот, вот, если перемотать это вот на нашу с вами жизнь, вот, действительно, то, что чего-то у нас нет, и что-то мы, в чем-то мы там, я не знаю, подотстали, вот, может быть, не эта беда. Самая главная беда в мозгах. Если мы, если мы перед собой, вот, именно в интеллектуальном плане ставим задачу на уровне стран третьего мира, то мы туда успешно и скатимся, мы уже туда скатились. Вот, и если мы, наоборот, ставим задачи запредельные, вот, в этом смысле, мне нравится, например, вот, высказывает то, что вот на сайте у этого депутата, который это все организовал, что нужно ставить... Будьте реалистами, требуйте невозможного. Да, требуйте невозможного, да. Вот, ну, вот, вот. Антопонировал фронтирует. Да, вот, ну, может быть, не то, чтобы нужно невозможного требовать, но, по крайней мере, если вы копируете кого-то, вы уже не требуете невозможного, это уже возможно и уже реализовано. Если вы создаете какие-то новые ценности и ставите перед собой эту задачу по их созданию, вот, тогда на что-то можно рассчитывать. Вот, в этом смысле, ну, вот, то, что я вот делал, вот, вот я, видите, я не привлекал никаких политических партий. Я, в значительной мере, конечно, все основано на каком-то везении, там, или я не знаю на чем. Но, в конце концов, оказывается, что, ну, пардон, неглупых людей их все-таки больше одного. Вот, то есть, не к Богу надо апеллировать, а все-таки к кому-то вот из социума. И, в конце концов, вот, критическая масса возникает. Вот, вот, собственно, вот такой вот мой опыт. Да, замечательный опыт, кстати. Да, для себя. Абсолютно, потому что показывает, что один человек может что-то, да, если этот человек находит правильные средства для коммуникации. В данном случае коммуникация, она получена за счет профессионального... О роли личности в истории. Меня удивительно, вы знаете, вообще этой истории, вот, спасибо, что вы про меня вспомнили, но мне казалось, что вот, когда я услышала о ней, вот, первый раз от Александра Владимировича, мне казалось, что журналисты набегут сейчас диктофонами, меня затопчут. И, оказывается, я-то со своим непонятно каким журналом, который там маленьким тиражом, была одна вообще. То есть, вот, наш город в этом смысле очень, вот, беден, он еще не нищий, но в плане прессы мы, конечно, очень бедные. Это я такой плавно переходила. Правильно? Или надо еще Александру Владимировичу, наверное, дать возможность адвенителю опору? Ну, надо возможность отдыхнуть и доходить. Давайте выдохнем, да. Ну, на самом деле, Вика, вы немножко свою роль преувеличиваете. Да, конечно, да. Вы не единственная журналистка, хотя вы написали самые главные статьи, вот, но вы не были единственные. То есть, на самом деле, таких, ну, кто-то отнесся, можно сказать, ну, наиболее профессионально и ответственно, я бы так сказал. То есть, кто, ну, журналист, у него должен быть какой-то нюх, чутье, да. Вот это было продемонстрировано. Дальше были найдены все возможные варианты публикации, в том числе даже те, которые, например, не связаны с Викой. Например, ну, в Курсомольской правде, да. В Московском Курсомольце, в Московском Курсомольце подключила, да, до кучи. Да, 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 это даже там было, и, в общем, да. Ну, надо как-то такие вещи, да. У вас телефон был. Да, в интернете довольно много, кстати говоря, я на Skystrepper City там как-то фигурирую, вот, там я всю информацию тоже выкладывал. И рассчитывал на то, что если начнут гнобить, то, по крайней мере, бесследно это не останется. Александр Владимирович, а вот с новым местом вы как-то связаны, предлагали, или совет ваш спрашивали, так, аккуратненько, а то вдруг вы еще раз напишете. Говорит о том, что система опять вступает на те же самые грабли. Слушайте, значит, про новое место так я могу сказать, что, значит, когда новое место возникло, я написал Сватковскому письмо, ну, по-электронски, что, ну, вот, поздравляю вас с удачным выбором, и, в общем, ну, дальше... Разрешаю. Что это самое, что... Выбор разрешили. Что я вижу, что формируется какая-то вот разумная команда там и так далее. И дальше я написал, что вот я точно знаю, что в соответствии с зеленой целью FIFA новые стадионы должны пройти сертификацию в соответствии с зелеными стандартами. Это обязательная норма FIFA. Я ему написал, что я мог бы, ну, вот, какие-то предварительные условия по развитию вот этой территории вокруг стадиона. То есть не по самому проекту, а по окружению стадиона, чтобы облегчить прохождение вот этой сертификации. Я ему это написал в письме. Спустя какое-то время меня пригласили опять к нему. Значит, ну, он меня долго выспрашивал про эту площадку, потому что, ну, тогда еще, как бы, ну, прозвучало, что вот, возможно, такая площадка это в декабре. Но где-то до февраля они еще говорили, что это еще не окончательный вариант. И только в феврале они отправили бумаги FIFA, где именно была площадка вот эта вот стрелочная. А вы можете сказать о том конкретном месте идет? Значит, на стрелке это территория порта. То есть это... Где стоит вот собор, чтобы... Нет, выше собора. Значит, это территория вдоль Волжского берега. В феврале 30-е годы проливы с собором просто решили. Пристоять из стадиона. Да. В центре города. В центре волнует расстояние вот это малое, да? А что за проблема-то тогда? Нет, нет, там же... Ну, проблема какая? Это же памятник. Да. И там зона... А охранная зона? Охранная зона памятника, она определенная должна быть. Да, ну там, в общем, для разных расстояний там ограничения, ну, они такие убывающие. Но, в принципе, вот если не иметь в виду, что стадион высотой, ну, не выше 40 метров, то есть там обычно 35-37 метров высота стадиона над поверхностью земли, да? То, в принципе, так вот если, ну, на паперте, грубо говоря, встать, собор Александра Невского и смотреть, то верх стадиона будет практически на той же линии, что и седьмое небо. 17-этажки, которые высотой более 50 метров, да? То есть вот, ну... Это в пиковых значениях, то есть самых... Нет, 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 это верх конструкции. Я понимаю, но я имею в виду в момент чемпионата или потом, после демонтажа? Демонтаж не привезет к снижению, то есть там трибуны-то будут разобраны, но помещения-то останутся. То есть крыша останется той же. То есть крыша, это вот неотъемлемый элемент, он такой же, поэтому... У меня был на эту тему разговор с архитектором Сметанином, который когда-то, как он мне объяснил, делал некий по заказу у городок, участвовал в конкурсе или в тендере, я не поняла, на планирование Канавина. Он и его мастерская Пестова. Марина, вы поправьте меня, если я не точно говорю, да? Очень страшно. Вот, и у него, как он говорил мне, Сметанин, этот архитектор, достаточно интересный был проект, и вроде бы даже он победил в этом каком-то предварительном, я не помню точно, как это называется. У меня на диктофоне где-то есть. Но, в конце концов, победил вот этот дешевый вариант застройки, на самом деле, то, что он сказал про «Седьмое небо», это вот просто передает Слава Смезайна, что это очень прошлый день строительственной технологии и архитектуры, но победил вот именно в виду экономичности, дешево и быстро. Вот. При этом он как-то очень возмущался, но это, опять же, нехорошо, конечно, передавать, но он считает, что стадион – это такой объект, не очень активный в обычные дни, и на самом деле его все-таки имеет смысл делать на выселках, а не в географическом центре. Вот. То есть вот в этом смысле он считает эту точку неудачной. Вот я так кратко передаю, потому что там, может быть, он… Если стадион экономический, мы его активно используем в обычные дни, бегают же люди на воднике, на динамо, ролики, то есть… Нет, ну там на самом деле… Если, да, на самом деле, речь идет о том, стадион какой. Если стадион традиционный, ну вот советских времен, скажем так, это одна песня, стадион современный. Вот на этот счет есть просто, ну, по крайней мере, в американской экономической литературе этот вопрос проработан уже досконально. Вот он уже, кстати говоря, Марины в какой-то мере был затронут. Это вопрос размещения таких, например, молов. У них действительно, начиная с 50-х годов, был пик такой вот активности по выносу стадионов, там вот торговых центров и прочих таких вот крупных объектов в пригороды, потому что американская мечта, она вот как бы ушла из центра больших городов, да, они превратились в негристианские гетто. А вот вроде бы в пригородах там живет элита, вот к ним ближе и надо вот эти вот новые центры развития. Но оказалось, что утрата вот этого центра как место общения людей, то есть место, где вот люди пешком ходят, где многое происходит из того, что не может произойти на колесах, да, вот как это в американской жизни происходит. В итоге они поняли, что это большая ошибка. Они утратили несколько очень крупных городов за счет утраты центра. Ну вот, например, Детройт. Получилось так, что когда в автомобиле промышленности начался спад, значит, ну, более квалифицированные рабочие, они уехали, а менее квалифицированные остались. А потом в дешевое скопленное жилье переселились пуэрториканцы, ну, вот, афроамериканцы и так далее. В итоге получилось, что уже никакие инвестиции затащить в Детройт невозможно. Единственное, что оказалось возможным, это спортивную деятельность развивать. То есть там, ну, спортивные команды, крупные там вот стадионы, баскетбольные там и так далее. Ну, вот, это еще куда-то как-то там пошло. Но вот центр они утратили. И они поняли, что стадион должен быть по принципу Древнего Рима в самом центре, как Колизей. Вот. И, ну, тогда этот стадион должен быть не стадион, не только стадион для двух игр там или одной игры в неделю, а это стадион, определенный центр жизни. То есть там должны быть, я не знаю, какие-то там спортивные секции, какие-то развлечения, там фитнес-клубы, там, я не знаю, какие-то философские там, я не знаю, общества должны собираться. И какая-то торговля с этим связана. То есть это жизнь стадиона в этом смысле, она должна быть заранее спроектированной, наполненной каждый день. Вот. И вот тогда это, конечно, это не будет, ну, объект, который, вот, ну, справедливо можно было бы критиковать. Критика в этом случае не работает. Требония FIFA. Можно вопрос задать? Не по поводу стадиона, а вот... Любой. Задавайте. Я хотела спросить ваше мнение, как специалиста, по поводу утраты старого центра, который... Сейчас у нас происходит. Считаете ли вы, как специалист, целесообразным отстаивать исторический облик? Или у вас какой-то другой взгляд на развитие исторического именно центра? И какие виды, может быть, какие приемы отстаивания, да, можно использовать, апеллируя к каким-то документам, которые сейчас существуют? Приемы любые можно.